На посту Олег Лашко сменил Константина Шершуновича. Более 40 лет Константин Евгеньевич посвятил делу борьбы с чрезвычайными ситуациями. Прошел все ступеньки карьерной лестницы от инспектора отделения Государственного пожарного надзора ОВД Барановического райисполкома до руководителя областного ведомства. Без малого 24 года Константин Шершунович возглавлял пожарно-спасательную службу региона. За все эти годы был не только сформирован коллектив профессионалов, способных ликвидировать чрезвычайные ситуации любой сложности, но и налажено большое количество международных проектов, что позволило вывести Брестское областное управление на высокий уровень по показателям в стране. Мы сегодня с уверенностью говорим, что в Брестской области создана хорошая система предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенного, и природного характера, и главное – оперативного реагирования. То ли пожар, то ли любое другое стихийное бедствие – оперативное реагирование подтверждается жизнью. Это очень здорово. Задействованы все ведомства, без исключения, кто причастен к выполнению поставленных задач. Но я считаю, что за эти годы нам сообща при огромнейшей поддержке органов власти и област полкома, город полкома, райсполкома удалось создать хорошую материально-техническую базу, а это условия работы личного состава. Политика нового руководителя ведомства Олега Лошко кардинальных перемен не претерпит. Как отметил Олег Иванович в интервью, система, создававшаяся десятилетиями, сегодня имеет отлаженную структуру и подтверждает свою эффективность. В приоритете – вопросы превентивной деятельности. Ситуация с пожарами, чельчайными ситуациями в области тоже по итогам полугодия, к сожалению, не радует. Регистрируется рост количества пожаров, погибших от них людей. И здесь мы тоже намерены в ближайшее время предпринять определенные попытки применить какие-то новые формы и методы профилактики. За опыт будем брать, опыт других регионов. По результатам полугодия, например, Гомельская область показывает довольно положительные результаты в этом вопросе. И я надеюсь, что мы новой командой изучим эти формы и методы и будем применять их у нас на Брещене. Кроме того, продолжится работа по развитию материально-технической базы подразделения, а также повышение уровня боевой подготовки личного состава.